Здесь у нас винтовки. Вообще, магазинные винтовки это то оружие, которое появляется на вооружении армии мира в конце 19 века. И здесь у нас есть немецкий маузер, это 1898 года и британский Ли Энфилд. Соответственно, это достаточно нечастое оружие, но это именно как раз винтовка. Если мы внимательно посмотрим, я обращаю ваше внимание на клеймо, это Эрфорт, 1902 год. И здесь это оружие, оно использовалось немецкой армией в годы Первой мировой войны. Собственно говоря, очень интересное оружие, то есть оно было во многих армиях мира представлено. Не только в Европе, но и в Азии, в Африке и Латинской Америке. Очень интересная система, то есть что здесь необходимо рассказать. То есть магазинная винтовка, это значит, что патроны заряжаются с помощью обоймы. Итак, давайте я расскажу. То есть винтовочные патроны, они соединяются по пять штук специальной металлической планкой. И все вместе называется обойма. Она вставляется вот сюда, то есть вот в эту часть вставляется металлическая вот эта планочка. И патроны располагаются вот здесь, вот таким вот образом. Большим пальцем руки стрелок их опускает просто вниз в магазин. Соответственно верхний патрон, то есть планочка выбрасывается, потому что она уже не нужна. И стрелок закрывает затвор, загоняя верхний патрон в этом ряду вот сюда, в ствол. После чего затвор закрывается и можно стрелять. После каждого выстрела стрелок открывает затвор, у нас выбрасывается отстрелянная гильза. Пружинка поднимает следующий патрон в ряду вверх. Он также захватывается затвором, он загоняется сюда в ствол, после чего можно стрелять. Вот, всю такую манипуляцию можно было сделать ровно пять раз, после чего, в общем-то, все надо было повторить с самого начала. То есть эффективная дистанция стрельбы здесь почти больше километра, потому что винтовочный патрон, он обладает очень большой мощностью и хорошим останавливающим эффектом. Собственно говоря, вот это оружие, оно прошло практически все войны и военные конфликты первой половины века 20-го. Где-то оно использовалось и особенно в африканских странах и до 60-х годов, но затем его заменило автоматическое оружие. Собственно говоря, про немецкую винтовку, наверное, все. Продолжение следует...